Всем огромнейший приветик, с вами Алиса и Путь Валькирии, сезон 1 серия 8, Дикая Охота. Ночь стремительно теряла свое спокойствие, становясь темной и бурной. Резкие порывы холодного ветра несли на своих крыльях завывающую яростную орду с тором во главе. Сагар что-то крикнул, но слов было не разобрать. Ванадис прижала ладошки к ушам, будто пытаясь заглушить вопли воинов, из крепко зажмуренных глаз катились слезы, но их реально так много, откуда ни возьмись. Что тут творится? Ее взгляд зацепился за побледневшее лицо Локи, он вцепился в рукоять ножа на своем поясе. Не смотрите на них, утянут. Это какие-то мертвецы? Лиот угрожающе напружинилась, топор в ее руках подрагивал, но сама она стояла ровно, не сводя глаз с тора. Уль сжал губы в тонкую полоску, и Лифф могла поклясться, что раньше не видела на его лице такого выражения. Выдержка девушки дала трещину. Чего вы застыли? Надо что-то делать! Травник кинул на девушку быстрый взгляд и отвернулся. Сейчас мы не можем сделать ничего. От этой фразы повеяло обреченностью. Почему? От очередного порыва ветра мерзкая дрожь прокатилась по позвоночнику девушки. Ванадис прошептала что-то и опустилась на песок, не отрывая глаз. Да что происходит? Почти осязаемое ощущение неправильности приближающегося войска пугало ее. От бездействия остальных становилось еще страшнее. Между лопаток девушки будто засела игла. Обжигающая волна холода зародилась в ее груди. Больно. Призрачное войско окружило их со всех сторон и начало сжимать кольцо. Жжение перетекло из груди в руку, к метке Одина. Лив схватилась за запястье и зашипела сквозь зубы. Что со мной? Золотко. Тонкий луч холодного света пробежал по узору. Слабое сияние отразилось на песке, рисуя круг вокруг девушки. Сагр охнул и втащил уля с Лиот в намечающийся контур. Класс. Линия вспыхнула и замкнулась, отрезая их от войска и Тора. Лив схлипнула. Ее голова кружилась и устоять на ногах казалось невозможным. Лиот выставила руку, давая девушке опереться на нее. Звуки стали приглушенными, будто пробивались сквозь густой слой ваты. Паршиво-то как? Так, держаться, детка. Я не умру тут. Казалось, злость придала ей сил. В голове прояснилось, Лив облегченно выдохнула. Призрачное войско столпилось на границе круга, пытаясь пробраться внутрь. Тор сошел со своей колесницей и махнул рукой, заставляя Орду раступиться. Лиот не спускала с него яростного взгляда. И снова здравствуй, нарушительница границ. Локи, опять ты заставляешь меня гоняться за собой? Как видишь, всеотец очень не хочет, чтобы ты, нарушительница границ, ушли от меня. Он обвел рукой вокруг? Даже отдал мне дикую охоту в распоряжение. Не нравится мне это все. А молчать я не хочу. Что тебе от нас нужно? Прицепился, как репей к собачьему хвосту. Тор озадаченно хмыкнул. Какая наглая валькирия. Локи кинул на девушку обеспокоенный взгляд. Золотко. Я тоже его не очень люблю, но, может... Ему же явно от нас что-то нужно, раз он аж сюда добрался. Именно. И я бы хотел договориться. Нет нужды. Что мне надо, я и так получу. Тор прошел вдоль контура, изучающе склонил голову, набок, и о чем-то крепко задумался. Локи пихнул молчаливого уля в бок и наклонился к его уху. Смотри, у него сейчас ум из ушей полезет. Не время для шуток. Ванадис открыла глаза и охнула, не веряще глядя на круг, за которым замерло войско. Как? Тор кивнул сам себе и встал напротив. Всеотец просил доставить тебя, Локи, с девчонкой целыми, по возможности. Он скользнул взглядом по лицу уля. Остальные мне без надобности. Вряд ли вы еще когда-то увидитесь, потому дам вам время попрощаться. Что это? Небо разорвало молния и ударило в сосну, которая тут же вспыхнула. Пока горит это дерево. Он отошел к колеснице, и призрачное войско сомкнулось за ним. Локи повел бровью, и огонь на сосне слегка притух, замедлив свое пожирание дерева. Да, до чего же огромную свинью ты нам подложил, Сагар? Сагар обхватил голову руками и опустился на песок. Ты лучше о другом подумай. Его голос звучал глухо. Об этой замечательной защите от умерших, которой тут не должно быть, например. Великанша слегка расслабила плечи, но по-прежнему следила за Тором. О чем вы? Какая защита? Этот круг, который не пускает дикую охоту. А что с ним? Локи с любопытством посмотрел на девушку. Смотри, золотко. Он начал расхаживать из стороны в сторону, загибая пальцы. Сначала ты попадаешь в Асгард, причем не просто так, а в мое чудесное божественное тело. Затем нас находят Хуген и Мунин, и на тебе появляется метка Одина. А потом в тебя летит Гунгнир, и пуф! Ты исчезаешь в Йотунхейм, вместо того, чтобы умереть на месте. К чему ты клонишь? К тому, что ни я, ни Сагар, ни Уль, ни Лиот, ни Ванадис не чертили круг. Лиф вспомнила странные слова Снейра в саду, полном ледяных статуй. Нехорошее гнетущее чувство поселилось в груди девушки. Это сделала ты! Это... Ну, даже я понимаю, что это сделала ты, Лиф. Хорошо. Всегда мечтала иметь сверхспособности. Тогда наслаждайся, пока есть возможность. Пока есть возможность? Он ей не ответил, сделав вид, что его очень занимает то, как горит сосна. Странно. Лиф прислушалась к себе. Значит, мне нехорошо из-за моих сил? Она охмыкнула про себя. Знать бы еще, что я могу делать с ними. Травник кинул взгляд на дерево и болезненно поморщился. Сосна скоро догорит. Тор заберет вас к Одину, а нас поглотит дикая охота. Тор сказал, что не тронет нас. Даже если так, нельзя отдавать ему Валькирию. Отдавать? Я что, похожа на мешок? Уль примирительно поднял руки. Я не хотел тебя задеть. Великанша задумчиво прикрыла глаза. Я знаю, что могу сделать с Тором, а вот что делать с Дикой Охотой? Ничего с ней нельзя сделать. Он горько усмехнулся. Откуда ты знаешь? Это моя самая большая горькая ошибка. Я создал ее. Обалдеть. Ванадис поежилась и потупила взор. Ну ничего себе. Нам надо решить, как будем выбираться отсюда. Может, сдадимся? Договориться с ним, наверное, нереально. Придумаешь план? А чем я, по-твоему, занимаюсь? Мельтишишь перед глазами и языком треплешь. Он оскорбленно хмыкнул. Слушай, Сагар, а не оставил ли ты случайно лазейку в Сейди-какую? Конечно, нет. Я делал на совесть, чтобы точно победить. Если бы Фрея не научила Одина, все бы вышло, как было задумано. Сагар, что ты такое говоришь? Фрея бы не стала. Ты не знала? Я думал, ты из-за этого покинула ее чертог. О чем вы вообще говорите? Нам надо выбираться отсюда. Сагар, а что тебе мешает сделать эту штуку снова? Еще одну дикую охоту? Тебе этой мало? Он недовольно выдохнул сквозь зубы. Старина, а ведь золотко права. Ты сделал тебе и разгребать. У меня не хватит сил, даже если всего тебя всеит валью. Тогда пусть тебе поможет. Ну, точно не Локи, это сто процентов. Ванадис, не знаю. Давайте попробуем Уля, если не получится, тогда попробуем Лиот. Уль. Лучник задумчиво кивнул в ответ. Сейд, я не знаю, но силу дать могу. Уль, это опасно. На крови придется строить. Тут место не то и время неподходящее и... Уль положил руку ему на плечо. Я тебе доверяю. Ты можешь умереть. Мы все умрем, если что-то пойдет не так. Так мы и так умрем. Значит, ты точно все сделаешь правильно. Решено. Вы смогли быстро договориться. Наш храбрый Уль поможет самому унылому Ваниру всех девяти миров. Лиот провела пальцем по лезвию своего топора. Тогда я разберусь с Тором. А как же его молот? В прошлый раз он запустил его в Локи. И Лиот все равно проиграла ему. Что, если он не станет биться с тобой? Я вызову его на Хольмганг. Он не убивал Труд. Слушай, ты продолжаешь это говорить, но откуда ты знаешь? Разве ты был там? Нет. Значит, единственное твое свидетельство слова Тора. Уль отвернулся и недовольно пробурчал себе что-то под нос. Почему ты вообще его защищаешь? Решите свои споры потом. Все равно испытания поединком до смерти вести не обязательно. Значит, Сагр и Уль будут колдовать, а Лиот сражаться с Тором. А что? Реально, буду делать я. Нам бы не помешала защита и помощь. Ничто не должно мешать ритуалу. Обсуждение деталей затянулось. Сосна рассыпалась углями. Войско за чертой заколыхалось, пропуская Тора вперед. Время вышло. Если не выйдете сами... Он подкинул Мьёль Нир в руке. Буду вас выбивать. Если круг сделала я, то и убирать его тоже должна я. Ну? Локи склонился к уху девушки. Золотко, убери защиту. Я... Постараюсь. Лиев нервно закусила губу. Думай о хорошем. О хорошем. Что-то хорошее вообще происходило? Губы обожгло воспоминания поцелуя. Лиев будто снова ощутила пальцы Локи в своих волосах. Толпа мурашек пробежала по позвоночнику. Думаю, это можно считать хорошим, верно? Круг на песке вспыхнул и рассыпался. Воины дикой охоты взревели, но Тор остановил их взмахом руки. Сразу бы так. Сами пойдете или мне вас силой тащить? Стой. Чего тебе? Снова решила силой помериться? Думаешь, я так просто отпущу убийцу Трут? Сколько раз мне повторять, что я не убивал ее? Докажи. Пусть Тюр нас рассудит. Мне не нужно тебе ничего доказывать. Было видно, что он колеблется. Хольмганг здесь и сейчас, при свидетелях. Хольмганг должен быть на равных. Ты мне не ровня, Лиот, никогда и не была. Ты просто боишься, что Тюр не встанет на твою сторону. Обвиняешь меня в трусости? Лиот подбоченилась и с вызовом скинула голову. Не признаешь совершенное и отказываешься принять бой? Как еще назвать тебя, если не трусом? Первый удар мой по праву. Он перехватил молот в руке. Уж извини, если ты его не переживешь. Лиот довольно улыбнулась. Я, Лиот, дочь Халоги, вызываю тебя, Тор, сын Одина, на суд битвой. Пусть Тюр станет свидетелем и судьей. Я принимаю твой вызов. Тор сосредоточился и повернулся к войску. Дайте место. Следите за ними, не давайте сбежать. Не нападайте, пока не нападут на вас. Для кого он это говорит? Для войска или для нас? Дикая охота разошлась в стороны, освобождая площадку для дуэли, но продолжая окружать их со всех сторон. Лиот снова провела пальцем по лезвию топора и подошла к Тору. Ванадис последовала за ними и остановилась рядом с колесницей, стараясь не смотреть на призрачное войско. Все идет по плану. Но не скучайте тут без меня. Лифф проводила их взглядом. Надеюсь, Лиот справится в этот раз. Сагр и Уль встали друг напротив друга. Лифф, можешь ли ты снова создать круг? Я? Могу попытаться? Девушка нахмурилась, пытаясь воссоздать то чувство ужаса, которое испытала раньше. По руке пробежал легкий холодок, но ничего не произошло. Черт! Уль ободряюще улыбнулся. Не дави на себя. Будем справляться так. Он протянул девушке несколько склянок и подозрительный пучок травы. Загадочный набор. Зачем это все? На всякий случай. Мне будет сложно. Улю тоже придется не сладко. Хорошо еще, что Уль наполовину ас по крови, как и Тор. Травник мотнул головой, отгоняя непрошенные мысли. Если я сам лею, влей в меня зелье синей склянки. Так, синей склянки. Если что-то случится с Улем, подай мне зеленый пузырек. Лив задумчиво провела пальцами по стеклу. Черный тоже для чего-то нужен? Да, этот тебе. Ты из Мидгарда все-таки. Если вдруг станет худо, пока я занят, выпей его. Так, синий сагр, зеленый Уль, а черный Лив. Он сосредоточенно нахмурил брови. Дикая охота может разбушеваться. Ни в коем случае не заговаривай ни с кем из них. Не смотри им в глаза, а лучше вообще взгляд не поднимай. А трава зачем? Сжечь в моем погребальном костре. Если будет кому его зажигать. Ой. Травник достал нож, небольшую чашу и повернулся к Улю. Сагр запел что-то низким голосом, неразборчиво, почти шепотом. Провел по своей руке лезвием, собрал выступившую кровь в горсть и вылил ее в чашу. Уль протянул свою руку, и его кровь тоже оказалась в чаше. Призраки дикой охоты беспокойно зашевелились, шаг за шагом они стягивались все ближе. Мимо пролетел Мьёльнир и впечатался в стену, отделяющую Мидгард. Что там у них? Посмотрю. Чуть раньше на площадке лёд покрепче сжало рукоять топора. Не подведи меня, мстящий. Не зря же я тебя ковала, верно? Топор ответил приятным теплом. До первой крови и без щитов. Первая кровь станет последней. Самоуверенный надутый тетерев. Локи благоразумно отошел в сторону. Пусть Тюр вас рассудит. Великанша приготовилась. Тор ухмыльнулся и метнул Мьёльнир. Конечно, повезло. Лиот развернулась, как пружина, отбивая молот лезвием топора. Металл столкнулся с металлом. Ха! На долю мгновения ей показалось, что план не сработал. Бритвенно-острое лезвие смялось, а непреклонную поверхность молота сила столкновения грозила вывернуть древко топора из её ладоней. А потом сработали чары. На мгновение, больше ей не было нужно, по её мышцам пробежала сила всего Муспельхейма. Лезвие топора полыхнуло бело-оранжевым светом раскалённого горна и... С оглушительным звоном, недовольный Мьёльнир отскочил от Мстящего и отлетел в сторону, вспарывая землю глубже, чем плуг великана. Топор хрупнул и осыпался осколками. «Прощай, Мстящий!» Она выпустила рукоять из рук и размяла кулаки. «Теперь я с ним на равных!» «Бей честно!» «Я уверена в своей победе, мне не нужны дешёвые уловки!» «Правда, на моей стороне!» Она заметила, как напружился Тор, готовясь атаковать. Великанша усмехнулась про себя. «Тоже уверен в победе, придётся его разочаровать!» Сначала ударит правой. Огромный кулак полетел в её сторону. Великанша ухмыльнулась. «Предсказуемо!» Она встретила удар открытой ладонью своей левой руки. Удар разнёсся хлопком грома, волной подняв в воздух песок вокруг них. Её щиколотки увязли в рыхлом грунте. «Теперь мой черёд!» Она замахнулась, сметя в челюсть, быстрым точным ударом, как молотом по раскалённому металлу. Тор перехватил её кулак. «Ну тоже как бы, да? Не дурак!» «Тебе не победить меня!» «Посмотрим, убийца!» «Я не убийца!» Мышцы на руках Тора взбугрились венами. Он всем весом подался вперёд, стараясь повалить льот. Она уперлась ногами, останавливая его движение и обращая его вспять. Что-то хлопнуло под их ногами, и песок разлетелся в стороны, оставляя кратер расплавленного стекла. Тор зашипел сквозь зубы, вырвал кулак из захвата и замахнулся, целес в лицо. «Медленно!» Она без труда увернулась, используя силу, вложенную им в удар, чтобы повалить Тора на спину. Локи с удовольствием наблюдал за дракой. Раздражает. Она увернулась от очередного удара Тора, но следующий попал в цель, выбивая воздух из груди. Локи прищурился и гадко улыбнулся. Тени сгустились вокруг головы Тора. Казалось, свет решил обходить его лицо стороной. Тор слепо завертел головой. «Локи, гадёныш! Ослепить меня вздумал!» По его телу побежали искры, запахло озоном. «Моё дело сделано! Развлекайся, льот!» Струки молний стекли в землю. «Козлиная задница!» «Как его здесь все любят!» Разряд молнии прорезал небо и ударил совсем рядом. Ванадис аккуратно подошла к колеснице, в которую были запряжены Тангниостер и Тангриснир. Тангнистер и Тангнистер и Тангнистер и Тангнистер. «Кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе!» «Замечательные имена!» Она старательно отводила взгляд от призрачного войска, страшась увидеть среди них знакомые лица. «Так много тогда погибло! Скольких из них Сагр не отпустил!» Воспоминания о тех днях настойчиво лезли в голову, и она только крепче сжала руки в замок. «Не могу поверить, что Фрея помогла Одину!» Порыв холодного ветра растрепал её золотые волосы, пуская дрожь по позвоночнику. Сейд начался. Битва Тора и Элиот не привлекала её. Она мало смыслила войском в искусстве, а драки и вовсе считала вульгарными. Остаётся только ждать подходящего момента. Тангнистер смирил её вздорным взглядом. «А, это один из козлов Тора?» В воздухе запахло зоном. Ванадис совсем потерялась в своих мыслях и пропустила момент появления Локи. «Ну чего ты ждёшь, Дева Берёза?» «Водила Зана столпы женихов, а теперь не можешь справиться с двумя козлами?» «Я...» «Хе-хе-хе-хе-хе...» «Отлично справляюсь с козлами!» «Боюсь, любезные Тангнистер и Тангриснир останутся равнодушны к Берёзе!» «Дёготь горький, мало кому по вкусу!» Ванадис покачала головой. «Ему лишь бы побольнее задеть!» «Если бы ты с юной Валькирией не вмешивался в мои дела, всего этого бы не произошло!» «Но ты просто не можешь пройти мимо, да?» «Обязательно нужно поднимать всех на уши!» «Переворачивать мир вверх дном!» «И что бы ты делала, если бы я не вмешался?» Ванадис провела рукой перед мордами козлов, привлекая их внимание и заставляя замереть. «Распрягать их было несложно!» «Конечно, она могла просто уничтожить упряжь, но разрушать она не любила!» «Жила бы себе мирно дальше с Дегрун!» «Хотела бы жить, как жилось, не оставляла бы себе лазейку!» «Признай, ты думала о том, чтобы сбежать от этой змеиной ведьмы тоже!» «Молния ударила в колесницу, раскалывая ее на части!» «Щепки полетели во все стороны, часть из них впилась в козлиные зады!» «Пятняжки!» «Козлы взбрыкнули, доламывая остатки колесницы и бросились на пролом сквозь толпу призраков!» «Я не понимаю только в чем была задумка!» «Локи появился следом за козлами с крайне ошалелым видом на лице!» «Он накинул девушку и бессознательного Сагра быстрым взглядом, взвалил травника на плечо и потянул его за собой!» «Еще один раскат грома, яркая вспышка молнии, песок и иголки сосен запорошили глаза девушки!» «Лифф обернулась!» «Хах!» «Великанша увернулась от одного из разрядов, но следующий!» «С оглушающим треском молния прошила ее, отбрасывая от бушующего Тора!» «Локи!» «Бежим, бежим, бежим! Кажется, он снова видит!» «Он дернул Уля свободной рукой!» «Уль, сделай что-то!» «Лучник застонал сквозь зубы и стер символ салба!» «Дикая охота всколыхнулась и повернулась в сторону источника молнии, к Тору!» «Что, Слиот?» «Сейчас узнаем!» «Разве он не должен был присматривать за ходом битвы?» «Призраки Дикой Охоты подчинили жесту Уля, они взвыли, бросаясь к Тору!» «Обалдеть, еще один арт!» «Тор пошел сквозь них напролом!» «Его фигура была почти не видна за полупрозрачными телами, но из Мишанина периодически вылетали призраки!» «Дикая охота сплотилась вокруг Тора, мешая ему двигаться, цепляясь за руки и за ноги!» «Оглушенная Лиот сидела на песке!» «Ох, черт!» «Уль с трудом подпер Великаншу плечом, помогая ей встать!» «Я помогу ему!» «Недолго думая, Лив перекинула руку Лиот через свое плечо!» «Уль благодарно кивнул!» «Тяжелая!» Лиот выдохнула и слегка подобралась. «Скорее! Ванадис, уходим!» «Лив заметила Ванадис в мешанине обломков колесницы!» «Та с трудом поднялась и Хромая побежала к остальным!» «Ну да, ей тоже помощь нужна была, конечно!» «Тор продирался сквозь толпу призраков, пытаясь остановить их бегство!» «Уль! Скитбладнир!» «Не подгоняй, и без того трудно!» Лучник опустил Лиот на песок и достал сверток. Перед Улем появился Киль, постепенно обрастающий скелетом бортов. «Быстрее!» Уль с досады скрипнул зубами, заставляя Дикую Охоту атаковать Тора снова и снова, одновременно пытаясь раскрыть Драккар. Мачта поднялась к небу, хлопнул парус. Над Тором сгустились тучи. С резного борта им навстречу развернулся изукрашенный трап. «Локи, помоги мне!» Они с трудом затащили Сагра и Лиот на борт. Ванадис поднялась сама, хоть и мочилась от боли при каждом шаге. Уль развел руки, наполняя парус Драккара ветром. «Давай, хороший, неси стрелой!» Его лицо побледнело. Было видно, что он держится из последних сил. Драккар дрогнул и тронулся, уносясь прочь от стены разделившей миры. Вслед ему долетел яростный рев Тора. «Обманщик!» «Живый пес!» «Ну, звезд с неба он не хватает, зато очень старается». «Лучник со стоном опустился на палубу». «Заткнись, Локи! Просто заткнись!» И конец. Ух, конечно, я только не поняла, для чего мне Сагр говорил, какие пузырьки я прям держу в голове. Тому синий, тому зеленый. Возможно, это если я бы с чем-то не справилась или пошла бы не к тому человеку. В общем, эта история богата своими вариативностями. Очень много разных диалогов, очень много разных выборов. И ее прям хочется перепроходить по разным вариантам. Но я пока держусь. И с нетерпением жду продолжения в следующем обновлении. Друзья, плейлист этой истории вы всегда найдете в описании под видео. Спасибо всем, кто читает вместе со мной. А с вами была Алиса. До встречи в следующем видео. Всем пока-пока!